Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Кулик Анастасия, я документалист информационного центра Европейского Союза при Херсонском государственном университете. И сейчас немножко коротенькая информация перед началом нашего мероприятия о нашем центре. Наш центр был создан представительством ЕС в Украине, и он является непосредственным источником про Европейский Союз. И предлагает разнообразные услуги, которые касаются информирования студентов о всевозможных программах, грантах, стипендиях, которые существуют и действуют в странах Европейского Союза. Также мы предоставляем информацию о Европейском Союзе, о его политике, о его институциях. И если вас интересует какая-то информация, может что-то вам интересна, программы, стипендии, гранты, мы с удовольствием ждем вас в нашем центре. Мы предоставим вам нужную информацию, литературу, если вас что-то интересует. Также вы можете найти общую информацию о деятельности нашего центра на нашем сайте. Я думаю, вы все были на нашем сайте университета. Там в отделы и службы находите отдел международных отношений, и непосредственно там увидите информационный центр Европейского Союза при нашем университете. И заходите, и все, что вам нужно, вы можете там найти. Наш центр был торжественно открыт 22 мая 2010 года. Присутствовали посол, глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинтет-Тейшера. Также были послы Франции, Германии, Финляндии, Венгрии. Также был выполняющий обязанности Чесской Республики. И другие также дипломаты, представители местной прессы, был подписан договор между нашим университетом и послом, главой представительства ЕС в Украине. Вот у нас в аудитории, когда проходили, вы видели, там представлена литература, всевозможная на украинском, английском, на русском языке. Также имеются некоторые источники на французском, испанском языке. Так что можете приходить, мы работаем на правах библиотеки и можете спокойно поработать в этом кабинете. И, как я говорила, на сайте все желающие, вы можете найти информацию о ЕС и непосредственно о нашей деятельности. Ну а сейчас мы переходим непосредственно опять же к празднику. Сегодня День студента. Наш центр поздравляет вас с этим чудесным праздником. Мы желаем вам здоровья, много радости, позитива от жизни, хорошего настроения, успехов и удачи в учебе. И желаем вам веселой, очень такой интересной, насыщенной студенческой жизни. Как известно, студенты, народ веселый и изобретательный. Они отмечают невероятное количество праздников. Однако один из них имеет очень такое особое и важное значение для них. И признается всеми студентами безоговорочно. Естественно, какой-то праздник без студента. Сегодняшний Международный День студента. В настоящее время этот праздник является очень символическим объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений. Студенты в этот день традиционно очень сильно веселятся на полную катушку, забыв о предстоящей сессии, о своих хвостах, зачетах. А вот в учебных заведениях для студентов проводятся разнообразные праздники, КВНы, концерты и другие праздничные мероприятия. Участнику дается карточка с написанным на ней словом. И это слово, оно непосредственно связано с Европейским Союзом. Участник в течение одной минуты должен объяснить молча то, что у него написано на карточке. И тот, кто отгадает это предполагаемое слово, он выходит следующим и показывает слово, которое я ему дальше вручу. Вы, я думаю, поняли, да, задание? Кто у нас такой первый смельчак? Давай, 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 иди уже. Давай. Извините, вот сюда, в центр. Открываете. Я должна всем объяснить? Вы показать жестами без слов. Вот это вот слово. Евросоюз. Только не показывай. Рисовать нельзя. А как? Телом. Ну вот, известно. Правильно? А, известно. История создания флага, который вот перед вами, начинался еще в 1955 году. Тогда еще Европейский Союз существовал только в виде Европейского объединения угля и стали, в которое входило 6 стран. Однако существовала отдельная организация, Совет Европы, основанная на несколько лет раньше для защиты прав человека и пропаганду европейской культуры. И вот в то время Совет Европы подбирал себе эмблему. И после активных обсуждений был принят нынешний вариант флага. Круг из 12 золотых звезд на голубом фоне. Как вы думаете, что означает число 12 на этом флаге? Может, кто-то знает? Стран. Нет, вот как раз не стран. Стран не 12. Стран 27. Нет, просто число звезд не имеет вообще никакого отношения с количеством стран. И вообще в разных традициях число 12 является очень таким символическим числом и означает абсолютное совершенство. Это также и количество месяцев в году, это количество цифер на циферблате часов, тогда как круг является еще и символом единства. Поэтому так родился европейский флаг, который представляет идеал объединения всех стран и народов Европы. На нем сияют 12 звезд, как символ полноты и единства, как мы уже говорили, совершенства. Флаг, что будет следующее слово для вас. Флаг, что будет следующее слово для вас. Флаг, что будет следующее слово для вас. 29 мая в странах Европейского союза, а также официально в нашей стране, он праздывается ежегодно в третью субботу мая 2003 года. День Европы вместе с валютой евро, также вместе с гимном, с флагом является символом ЕС как политической силы. Ну, а мы поехали дальше. Третье слово. День Евро. Евро. Доллар. Правильно, евро. Хорошо, вы говорите. Одним из наиболее ощутимых символов европейского единства для граждан Европейского союза. Да, и... День Евро. Дочка. Флаг. Страна. Какая? Украина. Правильно? Вот. Правильно? Украина. Украина, да. Мы желаем, что и очень хотим, я думаю, каждый из вас, чтобы тоже Украина была непосредственно членом Европейского союза. Вот. Сейчас, девочки. Секундочку. И кто у нас сейчас отвечает, поднимите руки, вот я помню по памяти. Это вам такие небольшие презенты, призы, которые любезно и вы, да, предоставлены представителям Европейского союза в Украине. А мы продолжаем. Сейчас я хочу проверить с вами, как вы знаете, точнее, что вы знаете о праздновании Дня студентов в странах Европы. Ну, а поможет нам в этом викторина. Прошу вашего внимания на экран. Так. Начинаем. Вам, девочки, всем видно? Да. Я себе, ближе. Ближе. Так. И чего, друг? Первый вопрос. Сколько лет в этом году исполняется Международному Дню Студента? Варианты ответов 48, 49, 50 и 51. Только, извините, девочки, я вам не сказала, давайте договоримся. Кто знает ответ, поднимает ручку. Я буду запоминать, кто у нас больше всех даст правильных ответов. 49. Нет. 48. Нет. 48. Методом перечисления нет. 50. 50. Юбилей. Действительно, правильно. Первая была Нина, да? Я правильно слушала? Да, действительно, в Чехии. Следующий вопрос. Какой известный украинский политический деятель, учритель солидарности студентов в нашей стране? Как вы думаете, это Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Владимир Литвин или Виктор Ющенко? Кравчук. Кучма. Правильно, действительно, Леонид Кучма. Следующий вопрос. Как в Финляндии называется праздник День Студента? Крекри, Вапу, Юлу и Каликста. Юлу, Вапу. Я нам больше нравится. Кто сказал Вапу? Я. Да, это правильный ответ. Анти-Вапу является выходным, когда в Финляндии студенчество празднует этот особый день. 1 мая, 25 января, 8 декабря и 17 ноября. Да, 17. Нет. 25? Нет. 28 декабря. А, опять перечисление. 1 мая. 1 мая, да. 1 мая. 1 мая. Далее. 2 мая, символический подарок, который финские выпускники школ и лицеев получают в подарок, как символ взрослой жизни. На ваш взгляд это что? 2 мая. Правильно. Куражки, да. Вот как раз непосредственно фотография, тоже сделанная в Финляндии. 3 мая. Действием проходит по улицам города. Испания, Португалия, Франция и Чехия. Франция. Ты сказала Португалия первая? Я. Все, наверное. Нет, на первую статью. Да? Если вы так помогаете мне запоминать, да? Хорошо, у кого больше будет ответов, то у нас будет с наибольшим количеством правильных ответов. Далее, девятый вопрос. У португальского студенчества существует традиция сжигать эту вещь после церковной службы, совершающейся на городском стадионе. А сам процесс сжигания называется кейма. Назовите эту вещь. Ленточку. Сам процесс сжигания. Кто сказал ленточка? Правильно, действительно. Они сжигают ленточку. У вас уже три правильных ответа, правильно? Нет. Нет. В Франции. Правильно. В Франции, действительно, во Франции. Одиннадцатый вопрос. Когда отмечают день студентов в Болгарии? Седьмого ноября. Седьмого ноября. Восьмого декабря. Кто сказал восьмого декабря? Да что они это дураки? Ну, у всех 17 ноября. У них какая? Нет, в России еще. Восьмого декабря в Болгарии отмечают день студентов. Семнадцатого. Семнадцатого. И еще один день есть. И в баке. И в баке. Да, я просто 25 лет. Студенты празднуют побольше. Где обычно датские студенты со своими сверстниками празднуют день студентов? Дома, на улицах города, в кафе или в ресторане, или же в торговом центре? Дома, на улицах города. Еще думаем, как у кафе. Дома. Ах, методом перечисления, да, действительно дома. Они отмечают, знаете, вот лицах, добро пожалеется всех студентов, да? Действительно, Татьяна. Молодцы. Четырнадцатый вопрос. Назовите европейскую страну. Откуда родом была Татьяна? Испания. Думаю. Ирландия. Франция. Ирландия осталась. Италия. Италия, ну, действительно. Только очень тихо. Так. 2 мая, 27 января. 25 января. Девочки, думаем. 1 мая. Нет. Ну, все, мы не должны перечислить. 7 ноября. Так. Шестнадцатый вопрос. Годовщиной какого события является День студентов в Греции? Протестов. Молодцы, да. Студенческих протестов, действительно. Семнадцатый вопрос. Студенты какого европейской страны особо неравнодушны ко всем студенческим праздникам? Благополучное окончание сессии для них является отличным поводом для встреч с друзьями. В этом государстве обожают собираться компании старых друзей. А место для праздников это в Алианде. Норвегия. Норвегия. Или Пум? Нет, девочки. Семнадцатый вопрос. Семнадцатый вопрос. Вельгия. Нет, Бельгия. Вот, это последний вопрос, девочки. Так, а сейчас мы помогаем мне, кто у нас больше всех дал правильных ответов. Кто? Я помню девушку, да? Три раза в ответики. На первые. И кто-то еще, да? И вот девушка. И вот еще. Вот. Значит, у нас два последителя. Так. Так, девочки. Вот. Поздравляем. Спасибо. А сейчас, девушки, я проведу для вас небольшой такой обзор студенческих праздников в некоторых странах. Официальный международный день студента на 17 ноября был учрежден в Лондоне в 1941 году на международные встречи студентов. А вот уже знаменитый Татьянин день, который отмечается 25 января, объединил себе именины Татьяны и праздник студентов Московского университета. А вот почему.